Приветствую вас дорогие друзья на канале Михалыч Топи Геймс. Большущее обновление, глобальные изменения. Все это в сегодняшнем ролике. Пока только информативно, но к этому подошел с подготовкой. Есть и также вопросы-ответы в этом видео, но и есть архивные видосы, которые тоже заслуживают на лайкосик. Хотел сразу сказать спасибо всем, кто пишет комментарии. Спасибо всем, кто ставит лайки. От души вам благодарен за подписочку. Так, сразу пару минут, парочку секунд, парочку слов, пока мы передвигаемся вот сюда. Нам нужно... О, не влез, блин, на заправку. Пока мы идем, участвуем в розыгрыше. Если тебе нужен стройматериал или холодильник, участвуй в розыгрыше. Подпишись на канал, зайди в телеграм. Телеграм в описании, ссылочка. Нажимаешь и, если ты уже подписан с колокольчиком и давление все на Михалыч Топи Геймс, на мой канал, все, ты участвуешь. Жди в закрепленном, в закрепе там все есть. В принципе, участники набираются 20-го числа итоги. Это очень круто. 4 подарка таких сразу выстреливать. Розыгрыши постоянно стартуют, поэтому нужно подписаться, чтобы в них участвовать. Итак, ребят, что же за глобальная обнова у нас на носе? Ну, понятно, на носу. Не покладая рук, работают наши разработчики так, что аж мозоли до самых локтей. Так, что чувство даже после смерти? Прикольная тема, очень интересная, ребят. Кому интересно, то VIP-зона дает много всяческих приятных бонусов. Я слежу за зарядами все 4. Ну и, может быть, еще что-то. Итак, нам обещали больших 4 обновы. Три из них уже были. То есть, и Хэллоуинская ярмарка, и, если честно, я не запамятовал, была ли четвертая в этом году. Еще 4 обновы планируем в этом году. По-моему, подошла тема к тому, что большая обнова осталась одна до просто-напросто того, когда у нас наступит Новый год. Поэтому я думаю, что 100% к Новому году что-то разработчики-то придумают. Что-то, да, мы получим. Кайфы-кайфули. Во-первых, как минимум, я подготовил видос, что мы получали в прошлых Новых годах. И знаем, что для этого нужно готовиться. Если там будут олени, испытания и все остальное, по любасу должна быть нужна морковка, должна быть там, я не знаю, нужно мясо какое-то, еще что-то. Это все понятно. И мы также знаем, что... Так, что у нас по паролю. Сегодня 14 число 56141. Вот что у нас интересное. Так, мы будем лутать дискету с координатами, как всегда, я ее забыл сверху. Что интересное? Что же мы будем ждать в новой обнове? Вы помните, что новая обнова, новогодние праздники, это как минимум какой-то иван. Давайте вспомним некоторые обновы, которые были. Это было, что там, бар конечный, который обещал вернуться. Может быть, и бар конечный вернется. И мы опять-таки будем наслаждаться поисками чего-то уникального, уютного и прикольного. Дальше. Что еще могло бы быть? Я думаю, что если ник вернется, этот дядька просто неимоверный. Кто помнит первые обновы Last Day and North Survival, там был ник. Старый ник, которому можно было просто за какие-то ресурсы запиливать какие-то моменты. Например, там были огнобки, какие-то рулеты, которые помогали нереально много делать в игре. Там добывать больше древесины, добывать больше камня, больше железной руды, больше медной руды. Как минимум получать больше опыта, откатывать локации. Много-много всяческих. Замедлять зомби, критовать оружием. Это тоже-тоже там входило. Но я хочу сказать об одном. Что новогоднее обновление это то, что ждут большое количество ребят. И если мне уже присылают подписчики... Кстати, спасибо вам за комментарии от души. В сегодняшнем комментариях я жду ваши челленджи. Снимать-то что-то нужно. Я жду ваши челленджи в комментариях. Если ваш челлендж наберет больше всего лайков, я буду выполнять ваш челлендж на видосе с камерой, с фэпкой. Понимаю, что куча сливов и всего интересного. Бункер Браво Глоками, либо бункер Альфа Копьями, либо красная локация просто в одних трусах. Это все приветствуется. Жду от вас фидбэка в комментариях. Интересная тема. Я думаю, что должна зайти. Итак, немного отошел от темы. Вопрос был задан. Будет ли в этом году обновление к Новому году? Да, даже если честно, написали, что, конечно, готовимся. Большущее, много праздничного настроения, много интересных. Такой вопрос был задан несколько раз разными людьми. И вот один написал, что задавал этот вопрос, другой написал. И у нас есть информация. То есть даже от источников, которые задавали эти вопросы, техподдержку, отвечали, что да, мы готовим что-то крутое. Нужно чуть-чуть подождать. Даты, естественно, никто не говорит. Кстати, если вы хотите правильно задать вопрос, то главное не спрашивайте, когда именно они отвечают. Причем очень прикольно. Вам так скажу, что вероятность поднятия настроения и праздничного духа точно будет в ближайших обновлений. Также обещают нам, кроме этого, интереснейшие какие-то ивенты. Обещают нам, ну, как минимум, подарочек. Помните, о чем я говорил? Наверное, зря я зашел на эту локацию. Что я готовил? Почему нужно, как минимум, ждать обновления? Потому что у нас там были халявные подарки. Давайте заглянем. Я не думаю, что это будет долго. Сложно. Вот так вот. Начинался видос с того, что просто заходишь в почту и у тебя вот такой вот новогодний подарок. Как минимум, такие подарки появлялись у нас на Новый год. Как вы видите, наборы спасителя Рождества. Все это уже присутствовало. Ну и интересно, что же у нас в этом наборе внутри. Кроме того, что нам обещают ивентовую какую-то программу, то есть какие-то задания новогодние, настроения праздничные, какое-то вот это все, то я хотел сказать, если помониторить ту дату, когда выходила обнова, то она уже выходила к Рождеству. Она 25-го числа и уже следующего месяца, 25-го числа, вроде бы как бы, я думаю, что обновка будет к 25-му уже. Уже должно быть. Да, вот так вот. То есть это хочется захватить не один день, а сразу несколько дней. Ну а в сам праздничный момент, когда куранты бьют, и Новый год, и все случится, Новый год к нам мчится, скоро все случится, ждать уже недолго, и скоро будет елка, новогодний подарок появлялся у нас вот так вот на почте. Интересные темы, францкары, реаниматоры, прикольные приколяшки. Если честно, я помню, что самые вкусности давались в самом первом Новом годе. Там 50 дали нам, 50 витамин, которые увеличивают шанс прокачки. Не шанс, увеличивают получаемый опыт. Так, короче, это труселя, корм. Я не сказал бы, что это какой-то мега подарок, да. То есть я бы, конечно, его как бы сделал покруче. Дал бы там, например, все открыть ящики. Я вот бы подарил, вот честно, подарил бы. В этом году ты потрудился славно, поиграл много, поэтому открой все ящики, там, типа, 30 зеленых, 25 оранжевых, или как там, 20 зеленых, 25 оранжевых, 30 красных. В лабораторию карточки дал бы дискетку с координатками дал бы. Дал бы 5 синих карт, ну, фиолетовые, ладно, я уже понимаю. Так, кроме подарков, мы еще, ну, то есть не каждый раз в Новый год прилетал нам подарок на почту. И бывало такое, что мы получали просто-напросто подарочек в виде локации праздничной ивентовой. И вот, когда ты уже завершаешь весь ивентовый процесс, проходишь все задания, в последний день, как говорится, открылась вот такая вот локация, открылась такая локация, и здесь нам появился праздничный подарок. Ну, типа, пришел какой-то мужик, ворляется, я не знаю, что он тут, замерзли статуи. Это все было не зря. В замерзной руке держите листочек бумаги, на котором написано, скажи им, все было не зря. Ну, то есть, да, не зря. Ради чего это все было, ради чего мы все проходили, все это вот в таком вот очке. Если честно, разочаровался, был, я тогда помню, какое-то настроение было явно не праздничное, и вот это очень поднял настроение. Вот это уже очень видно, что лут неплохой. Очень неплохой. Кстати, я бы подарок, если бы делал, если бы у меня спросили разработчики, что бы ты хотел подарить всем игрокам Last Day North Survival в новогоднюю ночь. Я бы, даже не задумываясь, сказал, что вот такую вот локацию, барконечная, она очень нравилась мне, она очень сильно нравилась. Кстати, целый ивент мы искали этого мужика, он просто здесь был закрыт. И это просто жесть. Что бы я им подарил? Я же говорю, что 20 зеленых, 25 оранжевых, 30 красных, ключ, чтобы со дна моря привезти ящик, дискету с координатами, 5 синих, и все по 50 штук в лаборатории, чтобы открыть все. Вот это я бы подарил. Ну, я думаю, что сейчас можете написать, что бы вы хотели получить в Last Day на, естественно, Новый год. Но я понимаю, что мой подарок, это было бы реально, вот это был бы самый топовый подарок. Типа мы пережили не самый легкий год в своей жизни. Если честно, я пережил не самый легкий. Я думаю, что это, если, знаешь, и то хорошо, что дожил этот год. Ну, еще, конечно, пару месяцев или месяц нужно оттарабанить. Но, тем не менее, я думаю, что все уже будет хорошо. И все будет еще лучше. По поводу челленджей. Я видел, я вижу, я знаю, что вы пишете. Я вижу, что многие ребята, типа, Михаил, давай там, типа, что-то такое-то, такое-то. Я с удовольствием принимаю ваше предложение. Те ребята, которые писали хоть раз, пишите еще раз. Я жду ваших комментов. Надеюсь, ваш челлендж будет какой-то интересный. Помимо того, что, там, я не знаю, тысячу древесины нафармить, тысячу ясеня и все остальное. Я, конечно, понимаю, что это тоже челленджи. Но я не думаю, что он будет интересным. А вот интересный челлендж выполнить, там, выжить в трусах, только в одних трусах на какой-то локации. Интересненько, смогу ли я или нет. Там, я не знаю, потом, смогу ли я там стоки пройти только тесаками. Это тоже, кстати, опасная тема. Там могут разорвать кабину, погнуть очень сильно. Ну и если вы хотите, чтобы ваш челлендж выполнился максимально приближенно к тому, как вы хотите, то нужно уточнять все детали. Например, пройти тесаками в стоки, это же не тяжко. Если я возьму, например, певларовую броню, пойду туда с большущими аптеками. Поэтому уточнять, в какой броне, с каким килом, это тоже. Я постараюсь, ребят, это сделать. Сейчас у меня челлендж стоит слить МК-7. Это да. Потому что МК-7 босс не самый легкий, особенно на хард-режиме. И я его не с первого раза сливаю. Надеюсь, у вас все намного круче. Ребят, спасибо за коммент, за лайк, за подписку. Удачи тебе. Увидимся в следующих видео. Кстати, в описании найдешь много интересного. Это ссылки на донат, ссылки на спонсорство. Также ссылку на телеграм, в котором розыгрыш. Да и, если честно, тайм-коды. Да и много чего интересного. Заходите. Спасибо.